Кто у нас на очереди? Конечно же, Анжела Витясян, её выступление на национальном певце 2019 в восьмом гала-шоу. Погнали разбирать! Моя дорогая Анжела, это стало для тебя последним выступлением на национальном певце, но ничего страшного, жизнь продолжается, нужно зажигать, нужно разрывать все шаблоны, стремиться к своей американской мечте и завоёвывать публику. Я напоминаю, что с вами не смена Богдан и мой канал Беспало Мьюзик 24 на 7 музыки, поэтому обязательно подпишись на части моей интернет-семьи, вместе покоряем музыкальное пространство Ютуба, а тем временем, пока участники национального певца борются за свою славу, мы с вами разбираем, насколько они были хороши или плохи. На восьмом гала-шоу наши участники выступали с двумя композициями, оцениваем оба выступления и говорим, что было хорошо, что плохо и ставим свой суровый вердикт, топ или флоп. В общем, вы знаете, как это всё обычно происходит, моя интернет-семья прекрасно знает, что я уже скажу и как, потому что наши с вами мнения очень часто совпадают, но не знаю, я не знаю, почему выгнали Анжелу, мне просто об этом очень много в директе писали в инстаграме, и вот сейчас посмотрим, узнаем. И погнали, первая композиция. Такая нежная здесь, хорошенькая. Но будет ли этого достаточно, чтобы сразить напывал? Вопрос. Очень женственно, чутко. Хорошо. На лестнице. Ну, мне кажется, слишком спокойная песня. Хочется развития, а его просто-напросто нет. Ну, не знаю, пока не понимаю, за что выгнали Анжелу. Мне, наоборот, она понравилась, и за это выступление смело поставлю 9 из 10. Ну, хороша девчонка, ну, согласитесь. Но что будет дальше? Зачем я дергаю пальцами, не знаю, но не столь важно. Смотрим второе выступление. А второе выступление у нас совместно с Арутюном, Саней и Эдгаром. Сначала мне уже нравится. Очень динамично, зажигательно. Красиво начало, смотрите. Зажигалочка. Красиво начало. Ребят, извините, но вместе они не сочетаются. Они настолько разные, что видно, как парням некомфортно, и видно, как девочкам некомфортно. Они слишком разные. Хоть и по голосам сочетаются, понятно, вокальные партии, вокалисты, профессиональные ребята с голосами. Это всегда все можно объединить. Но если смотреть визуально картинку, здесь нет органики. Оказывается, Арутюн вообще не пластичный парень. Забавно. Что же я здесь увидел? Практически все, кроме какого-то комфортного взаимодействия друг между другом. Не знаю. Не знаю. Я не знаю, почему Анжела ушла. Вот правда, не знаю. Потому что мне она показалась более органичной и более естественной, что ли. У Ани все-таки более глубокий, более насыщенный голос. Но, с другой стороны, по-моему, Анжела лучше выступила в восьмом голо-шоу, нежели Анне. Не знаю. Не знаю. Не знаю, по каким критериям это происходит. Я бы оставил обеих девчонок, чтобы они все-таки в финале состязались за эту победу. Анжела покинула проект. Я с этим абсолютно не согласен. Считаю, что достойно себя представила в восьмом голо-шоу. Блин, ребят, напишите, что вы думаете по этому поводу. Потому что Анжела достаточно сильная соперница. Но так уж получилось, что с ней попрощались. Итого, в тройке лидеров у нас остался Арутюн, Анни и Эдгар. Кто из них победит? Скажите мне. Да-да-да, вы знаете это имя, но давайте пока вслух не произносить. Пока. Мне, Анжелка, понравилось. Я ей лично поставлю 10 из 10. Девочка умница. Ну, не расстраивайся, Анжел. Ну, не твой проект, ничего страшного. Будет еще вполне огромное количество возможностей, которые ты используешь. И будешь еще известной певицей. У тебя еще будет все впереди, потому что с тобой канал Беспала Мьюзик. Ребята, огромное спасибо, что смотрите канал Беспала Мьюзик. Подпишитесь, станьте частью моей интернет-семьи. Обязательно в комментариях. Оцените выступления Анжелы от 1 до 10 в национальном певце в восьмом гала-шоу. И обязательно прокомментируйте, согласны ли вы с тем, что Анжела покинула проект. Не прощаюсь, говорю до скорой встречи на моем канале. Всех обнимаю и желаю отличного настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok